В сегодняшнем ролике я с вами поделюсь секретами работы с пасынками. Наверняка многие из вас слышали, что их надо выламывать, либо прищипывать. Сегодня мы с вами разберем, что нужно делать, в каких случаях, и в каких случаях их необходимо будет оставить, чтобы получить хороший урожай. Здравствуйте, дорогие друзья! Радуюсь приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, что же такое пасынк? Это побег, который у нас выходит из пазухи листа. То есть, смотрите, вот листик, и вот у нас начинает расти вот такой побег. Вот здесь тоже, смотрите, листик, и у нас начинает расти вот такой побег. Почему считается нужным эти самые пасынки убирать? Ну, во-первых, потому что у каждого такого пасынка есть точка роста. И эта точка роста будет перетягивать питание на себя. Соответственно, смотрите, вот у нас, да, в поле нашего зрения раз пасынок, два пасынок, три пасынок. То есть, все питание, ну, а там дальше пошел побег, будет, в каждой вот этой точке будем говорить, дай мне, дай мне, дай мне. Да, ну, будет перетягиваться вместо того, чтобы идти в основной побег, затем в грозди и так далее. Поэтому эти самые точки роста нужно убирать. Почему пасынок надо прищипывать, а не выламывать? Смотрите, что у нас вот здесь будет очень хорошо видно. Вот здесь у нас образуется почка, которая в следующем году даст вот такой зеленый побег. И почему-то так сложилось в анатомии виноградного растения, что вот эта почка больше принадлежит вот этому самому пасынку, чем основному побегу. И, соответственно, именно вот этот пасынок кормит вот эту почку и влияет на то, как будут там закладываться соцветия. То есть, влияет на урожай, который мы получим в следующем году. Стандартно мы прищипываем пасынки, да, вот в верхушечку, на два листочка. Учеными доказано экспериментально, что оптимальное количество соцветий вот там закладывается. Если у нас оставлено пять листочков. Я не знаю, как они проводили эти опыты, но в учебниках это четко прописано. То есть, оптимально оставлять пять листиков. Но это не всегда возможно. А здесь вот я еще не успела подвязать. Ну, видите, здесь и так много всего. И если я буду оставлять на каждом пасынке по пять листиков, здесь будет очень-очень густо. Кроме того, мы понимаем, если у нас сорт, который и так дает, очень хороший урожай, который мы еще так достаточно хорошо нормируем, то вот там пять листиков или два абсолютно не имеет никакого значения. То есть, смело можно оставлять два. Более того, мы же понимаем, что это актуально. Вот оставление пасынков для тех побегов, которые у нас пойдут на плодовые стрелки на следующий год. То есть, у других побегов мы можем убирать как угодно, мы их все равно по осени обрежем. Поэтому, если вы изначально знаете, что вот, например, вот этот побег точно мы оставим на плодоношение, то там можно оставлять у пасынков чуть больше листиков, а у остальных убирать покороче. Почему нехорошо выламывать, да, вот совсем выламывать? Опять же, потому что повреждается эта почка, более того, эта почка может вскрыться в этом году. И урожай в следующем вы получите не очень хороший, даже если почка не вскрылась. Года два назад папа мне помог и на реформе, ну, я бы попросил, говорю, пап, ты там убери пасынки. Папа молодец, задачу выполнил. Пасынки убрал, все абсолютно выломал. На многих побегах вот эти почки вскрылись. Тарас, даже там, где не вскрылись, то, что я уже там получше оставляла на плодовой стрелке, ну, урожай был значительно меньше. Я знаю потенциал кустов, да, я знаю, как он дает урожай, и было грустно. Но повторяю еще раз, что если мы изначально вот уже определили, да, какие побеги примерно мы оставим, значит, с остальными можно уже работать так, как вы хотите, так, как вам удобно. Но это мы с вами разобрали стандартные алгоритмы работы с пасынками. Теперь переходим к нестандартным. Значит, смотрите, если растение пасынков этих самых дает очень много, причем смотрите как, вот это пасынок первого порядка, он у нас отходит от основного побега, это пасынок первого порядка. Мы сейчас его прищепим, и через некоторое время вот из этой почки, смотрите, вот из этой почки у нас может вырасти пасынок второго порядка, вплоть до пасынков третьего порядка. Если пасынков очень много, если они большие и мощные, если они прут второго порядка, там, третьего, растение вам сигнализирует, что оно недогружено, что у него слишком много питания и слишком мало куда это девать. Поэтому он и дает, и дает эти пасынки. И это вам такой сигнал, да, что что-то происходит не то, и, конечно, в таком случае было бы хорошо это само растение нагружать, нагружать урожаем, нагружать теми же самыми пасынками. Конечно, если это возможно, потому что бывает густо, и мы уже, ну, понимаем, что, ну, некуда, некуда. С другой стороны, у нас две плоскости шпалеры, да, что я могу делать? Я могу вот здесь пасынки, которые смотрят в эту сторону сильно обламывать, да, чтобы было проветривание. А, например, сюда, вот в эту сторону, ну, пускать их сильнее, да, чтобы как-то растение нагрузить. В каких случаях нам могут нужны быть пасынки? Смотрите, пасынки это в любом случае лист. Вот пока он такой маленький, он больше потребляет, чем он дает. Но по мере его роста он начинает работать на благо куста. Теперь представим, что так случилось, мы часть листового аппарата потеряли. Почему это может произойти? Град, да, неправильная обработка, вы сожгли лист. Теплица, когда слишком сухой воздух и слишком жарко, лист начинает вот так вот скручиваться. Ну, вот это еще неплохая ситуация, то есть с этим листом еще все более-менее нормально. Но бывает в некоторые годы, что лист прям вот совсем, вот смотрите, да, вот совсем-совсем скручивается, коричневеет, и он уже фактически не работает. А растения листья очень и очень нужны, потому что именно лист кормит вашу ягоду. Не корневая, да, а лист, питательные вещества из корня поступают в листья, это заводик по производству сахаров, и потом эти сахара поступают в ягоды. Поэтому лист нужен. И, соответственно, если у нас с основным листом проблемы, то мы оставляем пасынки, оставляем их много, чтобы они могли работать на благо куста, могли кормить этот куст. Смотрите, следующий случай, когда нам пасынки нужны, это жирующий куст. Обратите внимание на вот этот мощнейший побег. Да, у нас сегодня 8-9 июня. Да, вот такой вот мощный побег. Это куст посадки прошлой весны. Да, у него, кстати, такой побег не один. Вот, а с одной стороны, насколько он уже вырос здесь до метра на полтора, причем его не кормили, так, чтобы очень сильно. Вот второй тоже, вот такой вот мощный. Для сравнения, вот рядом кустик такой же посадки. Я их высаживала вместе, да. Мы видим, что здесь вот 4 побежика, да, таких аккуратненьких, красивеньких, вообще такой образцовый кустик. Так, сразу, поскольку рядышком, да, снимаем молодой кустик. Видите, здесь тоже уже пасынки везде пошли. Я вот эти побеги планирую, что они у меня пойдут уже на следующий сезон на плодовые стрелки. И, соответственно, ну, видим, да, пока что побег небольшой, но еще только начало лета. И здесь я везде пасынки прищипываю. Я хочу урожай в следующем году, да, я хочу, чтобы у меня вырос хороший, мощный побег, поэтому я эти пасынки аккуратненько прищипну. Ну, как получается на самом деле. Вот где-то за вторым листиком, не, везде у меня получилось за вторым листиком, то есть я убрала точку роста. У таких вот молоденьких тоже там можно больше оставлять. И за третьим, и за четвертым. Ну, как удобно вам, так и прищипывайте. А здесь монстр. И его силы нам надо сдержать. Видите, я уже положила этот побег в горизонт, пока даже верхушку не прищипывала. И вот пошли расти пасынки. Смотрите, какие они хорошие и красивые, да? По 15-20 сантиметров. Вот такие вот пасынки. И если, ну, мы нагрузили куст таким образом, да, мы перераспределили питание. Помните, я говорила про точки роста? Так вот, мы должны понимать, если чего-то чуть не хватает, мы эти точки роста убираем. Либо наоборот, оставляем, чтобы куст грузить. В данном случае мы его нагружаем вот этими самыми пасынками. Ну, а по осени будем смотреть, как это обрезать. Вполне вероятно, что какой-то из этих пасынков у нас может стать плодовой стрелкой. Посмотрим, как будет вызревать. Ну, это я вам показываю молодой кустик. Жирование у нас в этом сезоне, опять-таки, мы можем столкнуться у тех кустов, которые пострадали от заморозка. И в таком случае, опять же, вот мы перемещаем основной побег в горизонтальное положение, пасынки пускаем вертикально и таким образом кустик нагружаем. Вот, смотрите, пример. Это цинус. Уже, тут, конечно, плоховато видно, но вот это у нас побег прошлого года, который был положен в горизонтальное направление. А вот это пасынки, выросшие в прошлом году и вызревшие. И смотрите, что мы имеем в этом году. То есть мы куст нагрузили этими самыми пасынками. Вот пасынок вызрел. Мы его коротенько обрезали. И вот у нас пошел побег. Смотрите, какая тут красота. Да, вот этот побег. Вот с такими красивыми соцветиями. Он у нас тоже. Вот лоза прошлого года, пасынок прошлого года. И побег. И последний пример. Когда нам могут понадобиться пасынки. Существуют сорта, которые очень плохо закладывают плодовые почки. Ну, почему причины могут быть разные? Как правило, у нас недостаточно тепла, недостаточно каких-то условий для того, чтобы эти плодовые почки нормально заложились. И в таком случае мы тоже можем пойти на хитрость. Это вот киш-миш столетия, вот он этим страдает. Смотрите, может быть, плоховато будет видно. Ну, буду пояснять. Вот у меня побег. Он специально обломан. И вот два таких хороших пасынка. Значит, наша задача, чтобы эти пасынки выросли. И их оставить на плодовой стрелке. Ну, в зависимости от роста куста, столетий от роста, он такой очень мощно растущий. Поэтому я оставила два. Можно оставлять один. Ну, либо по осени будем смотреть, как что тут будет вызревать. Да, и тогда будем решать, что нам оставлять. То есть, наша задача попробовать оставить на плодовую стрелку пасынок. Бывает, что в пасынках урожай закладывается лучше. То есть, мы немножко куст обманываем. Насколько это работает? Опять же, на разных сортах может работать по-разному. Поэтому, если вам для кого-то надо применить такой прием, то пробуйте делать и так, и так, чтобы вы могли сравнить. Ну, что я рассказывала про кишмиш-коктейль. Вот он рядышком. Да, он плохо закладывал урожай всегда. А в этом году заложил прекрасно. Причем там неважно, откуда плодовые стрелки формировались. И старые древесины из двухлетней. То есть, он заложил урожай прекрасно. Поэтому, если вы что-то пробуете, какой-то прием, то оставляйте, скажем так, контрольную точку, чтобы вы могли сравнить. Что именно сработало? Ваше прищипывание, да? Ну, либо просто так сложились условия. Но вот этот вот прием перевода роста на пасынки может быть полезен как раз-таки для сортов, которые плохо закладывают урожай. Ну, смотрите, когда мы практикуем этот прием, то есть, я показала, что на столетии уже большие пасынки, на коктейли у меня пока вот тут маленькие, ну, два маленьких пасынка есть. То есть, он пока не шибко растет. И опять же, надо понимать, что мы можем сейчас вот... Вот этот побег у меня очень хорошо идет на оплодоношение на следующий год. Я могу попробовать его прищипнуть, но опять же, надо понимать, что пасынки не всегда могут активно пойти в рост. Ну, по-хорошему, мне даже вот так вот его надо было бы обрезать, да, вот прям вот так, чтобы вот эти пасынки тоже ничего не перетягивали мне с собой. То есть, тут уже надо резать, у меня нет с собой секатора, поэтому пока что я вот так вот прищипнула. Мне надо вот этот пасынок и вот это, чтобы они хорошо росли. Если они не будут расти, ну, ну да, не повезло. То есть, тут тоже есть такая тонкая, что мы хотим управлять процессом, но у нас не всегда это может получиться. В то же время мы можем попробовать. Ну, еще, опять же, если у нас куст не догружен, если у нас есть место на шпалере, мы можем пасынки оставлять. Более того, некоторые сорта на пасынках закладывают урожай. И в таком случае тоже мы можем верхушку, например, прищипывать вот эту точку роста, давать возможность расти вот этим самым пасынкам с урожаем. Ну, вот здесь, например, жирующий побег нам бы даже сильно некуда было положить в горизонтальное направление, как я показывала в предыдущем случае. Поэтому смотрим по ситуации. Да, и если мы понимаем, что куст надо нагружать, в таком случае пасынки для нас лучшие помощники. При этом, повторю, что даже можно с них и получить урожай, и он даже может успеть созреть. Ну, так, к примеру, синий у нас часто бывает с пасынковым урожаем. И опять же, если у нас основной урожай потерян по каким-то причинам, например, было подмерзание, то мы можем получить урожай пасынкованную, для этого пасынки нам нужно оставлять. Еще один случай, когда пасынки надо оставлять. Смотрите, вот побег, он обломался. Да, то есть основной точки роста у нас нету. А нам она нужна. Не нам, а винограду. И, соответственно, вот первый пасынок, первый пасынок мы оставляем. Он у нас станет продолжением этого побега. Точно так же, к примеру, вы прищипывали побег для того, чтобы куст лучше опылился. Значит, тоже верхний пасынок, хотя бы один, мы его не прищипываем. Он станет продолжением этого побега. Если у нас виноград, ну, вот пока еще не дорос до верхней проволоки, но когда он у нас дорастает до верхней проволоки, как правило, мы чеканим. Нам уже дальше некуда расти. Да, у кого-то есть свисающий прирост. В нашем случае все, расти дальше некуда. Мы верхушечку прищипываем. А первый пасынок, ну, либо там ближайший, оставляем, чтобы точка роста обязательно была. И что еще хочется сказать напоследок. Вот вы понимаете, да, что с вашими кустами все в порядке. Они не жрут, у них нет проблем с закладкой плодовых почек, да. С ними все хорошо. И мы даже знаем, где у нас останутся побеги на плодовой стрелке. Зачем нам пасынки? То есть логично их выломать. Ну, смотрите, само по себе действо, что выломать его, что прищипнуть, по времени оно абсолютно одинаково. Вот абсолютно там разница будет невелика. Но таким образом мы подстрахуемся. Неважно, вот я здесь прищипнула, да, найдем листик. И вот здесь у нас в случае чего может пойти пасынок второго порядка. А зачем он нам нужен? А вот в случае, если вдруг случится что-то непредвиденное, не дай бог, пойдет град, сильно побьет лист. За счет вот этих пасынков, да, вот пойдут пасынки второго порядка, могут быть точки роста. И, соответственно, мы частично поможем кусту восстановиться. А если мы все пасынки выломали, что у нас пойдет? А у нас скроются почки основные. Ну, либо куст будет страдать, потому что ему нечем восстанавливать. И тут выбор за вами. Конечно, желаю, чтобы все было хорошо, и погода была хорошая, да, и вообще поменьше нам катаклизмов, уже немножко мы от них устали. Но никто из нас от этого не застрахован. И вот конкретно в Беларуси прогноз на лето, что погода будет очень резко меняться. То будет жара, то дожди, возможно, град. Град уже прошел на многих участках. И не исключен нигде. Мы видели, что такое град пару лет назад. Мы видели, как это происходит, да, и мы четко понимаем, для чего нам нужны пасынки. Поэтому наш совет, рекомендация все-таки пасынки прищипывать. Но выбор в итоге, конечно, остается за вами. То есть, как видите, не все так однозначно. И бывают случаи, когда нам пасынки не просто нужны, а очень нужны. И, в общем-то, если мы знаем процессы, то мы можем ими управлять. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку «Счет». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!